Перед выборами нужно ли было откладывать много сил в избирательную кампанию или избиратели знают кого по делам? В случае с нами оно было в чем-то проще, потому что мы 4 года отработали, соответственно, все, что мы сделали, люди видят. И все, что мы не сделали, люди тоже видят. Поэтому нам приукрашать было бы очень трудно. Вот все налицо. Сделано и не сделано. Есть какое-то первое решение в случае переизбрания мэром, которое надо будет исполнить, сделать как новому очередному мэру города? У нас программы, абсолютное большинство были начаты в предыдущем созыве, в 9-10-х годах. Мы просто будем все то же самое продолжать. Плюс ремонт дорог. Но как, у нас на следующий день после выборов третьего закрывается мост на Ульмин-Гатте. Это уже давно было решено. Говоря о сделанном и не сделанном, какие основные достижения можете отметить за последние 4 года работы Думы? Если мы говорим о том, что Дума сделала за эти 4 года, это социальная стабильность. Нам удалось сохранить все пособия и ввести новые формы поддержки. Это ремонт школ и детских садов. Мы очень многое сделали для этого. Это работа с туризмом. Количество туристов за эти 4 года удвоилось. Нам удалось сохранить и развить столичную полицию. Мы достаточно много сделали сейчас, начав новую программу ремонта дворов, что не делалось раньше. У нас хорошо складываются на муниципальном уровне, естественно, отношения с регионами Российской Федерации, что дает прикладную экономическую выгоду. То есть, какой-то список сделанных работ существует. Какой список предстоящих работ? Мы планируем делать все то же самое, но к этому добавляем ремонт улиц. То, что мы эти 4 года наставляли, как, скажем так, не самый главный приоритет. Какие еще приоритеты на ближайшие 4 года? Все то же самое, что делали, плюс улицы. Вот у нас очень, вот если в одном предложении это упаковывать, все, что было, плюс дороги. Как оценятся шансы на победу? Насколько мест в доме рассчитывается? Про места трудно говорить, но если говорить в процентах, то мой прогноз порядка 55. Насколько сложно избирателям в этом году сделать свой выбор, особенно в регио? Как оцените конкурентов? Я думаю, что выбор, с одной стороны, он очень простой, потому что здесь понятно, или 51% у существующей власти продолжение нынешнего курса, либо 51% у правых во главе с единством и, соответственно, мягко выражаясь, другой курс. И этот выбор, он понятие, насколько людям в рамках такого упрощенного выбора трудно или легко было прийти на участках и разобраться за того, у кого голосовать, я думаю, для многих это вызвало вопросы. Но с точки зрения, что выбирать, все максимально ясно сейчас. Как оцените своих конкурентов? Насколько они сильны? Ну, я думаю, что они достаточно сильны, но не настолько, чтобы получить больше половины. Как настроение вообще сегодня? Настроение хорошее, но уставшее. У меня еще такой вопрос. Сегодня и вчера день тишины, а голосовать досрочно можно было еще за два дня до того. То есть, получается, два дня могла идти агитация, и можно голосовать, и все это законно. Нет тут такого? Я не вижу в этом, на самом деле, проблемы. Законом проговорено все. Возможность досрочно голосовать, которые обычно пользуются за три дня порядка где-то 8%. Ну, то, что мы видим на муниципальных выборах, а если брать первых два дня, то это, соответственно, речь где-то о процентах по стране на трех-четырех. То есть, вводить те три дня тишины было бы неадекватно, но не дать людям возможность голосовать предварительно тоже было бы неправильно. Я думаю, абсолютно нормально. Какие прогнозы относительно активности избирателей? Трудно сказать, потому что, с одной стороны, может быть, как обычно, но очень хорошая погода, это может, соответственно, немножко сбить явку. С другой стороны, люди мобилизованы, это может повысить явку. Так что, я думаю, вот в общей сумме примерно, в принципе, и получится, как четыре года назад. Продолжение следует...